Иранские баллистические ракеты Российская Федерация может разместить у северной границы Украины. Оттуда они будут запускаться таким образом, чтобы угрожать всей Украине. Именно такое расположение ракетных комплексов неспроста. Смотря что они бомбить собираются. Если они хотят бомбить, в первую очередь, Киев, Киевскую область, то, конечно, с Беларуси с северных районов это быстрее, нет времени на подготовку. Но так как Харьков сейчас обстреливают, там всего 20-30 километров от Белгорода, то есть очень быстро прилетает ракета. И, соответственно, чем ближе находится ракета, тем быстрее ее можно сфиксировать. О новых поставках баллистических ракет в Россию сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат на своем брифинге. Те ракеты, которые оккупант планирует получать от Ирана, это баллистика. Такие, как «Искандер-М», которые сегодня есть на вооружении оккупанта. Страна-агрессор планирует приобрести у Ирана дальнобойные баллистические ракеты, от которых на данный момент Украина не имеет защиты. 300 километров одна ракета, другая ракета 700 километров по дальности. Сейчас активно усиливается наша противоракетная оборона, которая позволяет уничтожать в том числе эти ракеты. Да, не все будут уничтожены, потому что процент сбития приблизительно где-то 70%. Это очень хороший процент. Говорить, что с появлением иранских ракет наступит апокалипсис, ну, я бы говорил, это очень осторожно. В целом, такой дальности врагу будет достаточно для ударов по украинской инфраструктуре. Если они будут близко к границе установлены, то, конечно же, это может создать дискомфорт. И, конечно же, если от границы смотреть с северной до южной, то да, там где-то 700 километров. Этого будет достаточно, чтобы доставать любые цели. За последнее время Украина пережила мощнейшие удары по критически важной инфраструктуре. Зачастую обстрелы приходятся по районам, в которых расположены крупнейшие ГЭС страны. Агрессор всячески пытается отключить Украину от электричества и воды при помощи ударов с воздуха. Иранские ракеты несут угрозу для Украины, ведь отличаются своей точностью и скоростью. Поэтому Украине крайне необходимо получить защиту от подобного вида вооружения оккупантов. Если нам будет предоставлено достаточное количество этих насамцев, которые нам давно обещают, американских, больше немецких ракет, еще там другие, то это усилит возможности нашей противовоздушной обороны. На сегодняшний день силы ПВО успешно отбивают атаки врага. Но сбивать баллистические ракеты теми средствами, которые имеются у Украины, будет очень трудно. И эскандеры достаточно сложно сбивать. Если летит по баллистической траектории, то есть она сначала вверх летит очень высоко, а потом очень быстро летит вниз, ее очень сложно поймать. Вот крылатая ракета, которая летит по траектории, ее еще не так быстро летит, на меньшей скоростях ее еще можно поймать. Особенно если с разных регионов. Например, если с юга Украины запускается, либо с Каспийского моря. А вот любые баллистические ракеты, в принципе, достаточно сложно перехватить. Уже сейчас становится понятно, что запасы агрессора заканчиваются. И Россия начинает использовать свой неприкосновенный запас. Все-таки это ракеты более сложное исполнение и сложнее производить. Это еще вопрос качества тоже. Как и у россиян, тоже много ракет падает, не долетает. Если тот же те мопеды, которые он называет «Шахеды», это достаточно простая конструкция, ее там тысячами можно делать в месяц при большом желании, то эти ракеты, конечно же, не так просто делаются. Да и производство своих ракет у России занимает немало времени. Ну, я помню цифры, например, по калибрам российским. Вот Россия до введения санкций, при тех мощностях, из которых были, их производственные мощности составляли приблизительно 150 ракет в год. То есть одна ракета приблизительно там, ну вот в месяц они где-то вид ракет могли производить. От Ирана же Россия рассчитывает получить баллистические ракеты именно типа «Искандер-М», так как на данный момент россияне практически исчерпали свой запас тех самых «Искандеров». Судя по подсчетам и аналитике, да, они уже заходят в свой НЗ, то, что называется неприкосновенный запас, потому что России тоже нужна собственная ракета, они же так тоже не могут остаться совсем беззащитными. Поэтому одна из причин, почему, то есть косвенным признаком того, что у них проблема, это как раз закупка дополнительных оборуживающих боеприпасов и вооружений, как раз вот в Иране. Поставки вооружения в Россию со стороны Ирана не останавливаются. К концу года планируется передача современных высокоточных управляемых ракет, что в теории может повлиять на ход боевых действий. Но вопрос в том, сможет ли Иран также быстро производить новое вооружение. Есть подозрение, что все-таки Иран находится под санкциями, да, и сказать, что они вот на уровне тамагавта американского производят, ну, вряд ли, потому что к ракетам еще нужна система наведения, соответствующие спутники и так далее. Поэтому тут говорить о том, что они будут... Ну, пока мы не увидели техническую часть страны или еще что-то говорить, потому что, знаете, много поток еще может быть со стороны Ирана, рассказом о суперракетах. Продолжение следует...